27 апреля 2020 года Республиканская клиническая больница имени Каткова стала ковидным госпиталем. По состоянию на 5 августа в федеральную статистику попал еще один летальный случай от коронавируса. В Республиканской клинической больнице имени Каткова скончался 41-летний мужчина. Медики диагностировали осложнение болезни. У пациента обнаружили двустороннюю пневмонию и отек легких. Первое лекарство от коронавируса зарегистрировано Роспатентом. Ведомство уже приняло решение о выдаче разрешительного документа. Сейчас идет его оформление. Как пояснили эксперты, общее название исходного препарата – Даларгин. Раньше он использовался для лечения язвы желудка и острого панкреатита. Российские ученые выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа. Несмотря на многочисленные предупреждения медиков и официальных лиц, жители Мордовии стремятся провести свои летние отпуска за пределами региона. Как итог, в республику они возвращаются уже инфицированными. Один из последних случаев – семья отправилась отдыхать на юг страны и все меры предосторожности, которые они принимали, не помогли. Медики обнаружили позднее COVID-19. Борьба с этим вирусом в республике продолжается и до победных заявлений пока далеко. А тут на Мордовию грозит обрушиться новая напасть. Осенью специалисты предупреждают о появлении еще четырех штаммов гриппа, три из которых новые. Минздрав республики готовится к массовой вакцинации жителей. Надо понимать, что вакцина поступит не сразу, не в весь этот объем. Более 400 тысяч доз надо поступать в несколькими траншами, минимум тремя траншами. Поэтому мы будем информировать и население, и насынские организации о том, что когда эта вакцина будет поступать вновь. И когда необходимо проводить очередное мероприятие по иммунизации. Вакцинация людей будет проходить в условиях распространения коронавируса. То есть принятые санитарные меры безопасности будут похожи на те, что были во время голосования по поправкам в Конституцию. Евгений Волков, Николай Лушкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова